Всем привет! Сегодня мы говорим с доктором исторических наук, профессором Виктором Берхуненко. Виктор, хотелось вам задать такой достаточно актуальный вопрос. Скажите, вот с вашей точки зрения вы достаточно много анализируете в силу вашей деятельности различных источников, в том числе средства массовой информации, общаетесь, работаете с большой украинской аудиторией. Скажите, как в целом украинцы воспринимают российскую агрессию против Украины? Ну и военную, информационную и так далее. Аннексию Крыма, войну в Донбассе. Как они в целом все это воспринимают? К счастью, критическое большинство украинцев воспринимает так, как и должны воспринимать. Как Россию, как врага, который посягнул на территориальную целостность Украины, на ее независимость. И в 2014 году украинцы поднялись на защиту своей отчизны и сумели практически голыми руками не дать Путину захватить территорию Украины. И украинская армия начала подниматься, как феникс из пепла, как раз на народных плечах. Фактически вопреки государству начало возрождаться и добровольческое движение, и волонтерское движение сделало очень много для того, чтобы остановить Путина. И тот, что российским войскам удалось захватить только часть украинской территории, заслуга в первую очередь лежит на народном сопротивлении. Особенно вот этого пояса. Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса. Хорошо. Скажите, а вот с вашей точки зрения проигрывает ли вот в настоящий момент Украина информационную войну России или нет? Или счет идет на равных? Я думаю, что небольшой перевес на украинской стороне. Россия ведет очень мощную пропагандистскую кампанию во всем мире и вбрасывает громаднейшие ресурсы, имеет колоссальный опыт такой пропаганды, имеет агентов влияния на Западе, которых Украина не имеет. Но все равно в этих условиях Украина все-таки держит удар и в особенности на внутреннем фронте. И как раз реакция населения на начало российско-украинской войны показывает, что Украина вопреки всему, вопреки надеждам российских стратегов, выигрывает информационную войну на украинском поле. Если мы возьмем ситуацию, которая складывается вне Украины, то в последнее время тоже появились проблески того, что чаша весов начинает идти на украинскую сторону. Вспомним хотя бы решение ООН, в которой Россия названа агрессором, резолюцию Европарламента, а также доклад судей Гагазского трибунала, где прямым текстом говорится о России как об агрессоре. Вот эти ключевые реперные точки показывают, что вопреки всему, вопреки очевидным успехам российской пропаганды на Западе, все-таки сведения о войне, о ее характере, о участниках, о контрагентах этих всех действиях начинают входить в головы людей на Западе в украинской интерпретации, а не в российской интерпретации, там гибридной войны, внутреннего конфликта, гражданской войны в Украине, вот, то, что воюют трактористы вчерашние, вот, и шахтеры, там, комбайнеры и так далее, которые купили танки системы ГРАД на базаре. Хорошо. Скажите, пожалуйста, не так давно в Москве поставили памятник князю Владимиру. Скажите, а в чем смысл этого действия? Ну, смысл в том, чтобы показать современное российское государство как правоприемница Киевской России. И для этого существуют идеологические, как бы, шаги российской власти и российской элиты, в том числе стремление выдать начало, показать, что, ну, государственность, как бы, того времени появилась в Ладоге, а потом уже была перенесена оттуда в Киев. Потом стремление сделать Москву древнее Киева. И все остальные идеологические вот эти шаги, которые осуществляются в Крыму, в том числе, свидетельствуют о том, что российское общество, как раз, российскому обществу нужна дополнительная легитимация всех предыдущих идеологических концепций, которые привязывали Россию к Древней Руси. Вот. И, как бы, стремились найти коренья современной российской государственности в Древнерусском периоде. Ну, и даже на этой почве мало что получается внятного. Особенно провальным были вот эти новые концепции касательно Крыма, как колыбель российской цивилизации, как какого-то сакрального места для русской души. Вот. И Владимир принимал христианство в то время, когда этнического субстрата русских еще не было. А уже сакральный центр русской земли, как бы, появился в Крыму. Это выглядело просто смешно. Хорошо. Хотелось бы вам задать такой вопрос. Существуют ли русские? Дело в том, что если мы внимательно изучим российское законодательство, то мы ни в одном законе не найдем слово «русский». Единственное слово «русский» встречается в статье 68 Конституции Российской Федерации и то в контексте языка, где сказано, что государственный язык в Российской Федерации является русским языком. И также в следующем подпункте идет отсылка о том, что республики в составе Российской Федерации и иные национальные образования вправе устанавливать свои языки. И более того, опять-таки, с точки зрения российского законодательства, если внимательно парализировать законы, нигде нет никакой привязки России к русским. Даже в статье 1 Конституции Российской Федерации идет речь о том, что Российская Федерация является многонациональным государством. Но, повторюсь еще раз, ни в одном законе нет такого понятия, как русский. То есть, иными словами, у русских отсутствует свое государство, либо, как говорится, национальная республика. У русских нет своего флага, у русских нет своего гимна и герба. Это именно тех признаков, которые свидетельствуют, что это народ. Единственное, что объединяет русских, это русский язык, то есть тот язык, на котором мы сейчас с вами разговариваем. Но все равно, опять-таки, с точки зрения науки мало, то есть это недостаточно признаков считать русским именно народом. То есть мы можем считать их как этносом. А вообще, вот с вашей точки зрения, вот исходя из сложившихся условий, существуют ли русские? Ну, существуют или нет, не зависит от законодательных актов и разных идеологических манипуляций, которые... Нужно приложить просто научные критерии к этому понятию. А для того, чтобы, как бы, глубже понять ситуацию, нужно снова-таки, снова-таки, отослаться к истории государственности. Поскольку Российская империя состоялась, и в таких образованиях, как правило, титульный этнос как бы ассимилирует другие этносы, которые существуют в континентальной империи, существуют поблизости, и на которых обращена вот эта экспансия. Идентичность русских варьировалась во времени. И если мы сравним идентичность их как такое умозрительное понятие, вот, и этничность, вот, как более физиологическое, как бы, понятие, вот, то мы можем прийти к таким выводам. Как бы, русские как таковы, в этническом сенсе, это, как бы, конгломерат кровей, вот, финно-угорофинской в своей основе, потом очень мощный пласт татарской, вот, и немного славянской. И потом из суда добавлялись остальные крови, остальная кровь тех этносов, которые попадали в состав Российской империи. Причем это все территориально очень пестро выглядит, и в социальной стратификации то же самое. Одно дело это элита, другое дело, скажем, горожане, третье дело, христианское сословие и так далее. Вот, ну, скажем, известная пословица, вот, по скребе москвича увидишь татарина, вот, она не лишена оснований, поскольку, вот, смешение вот этого всего выглядело достаточно мощно. Вот, в сухом итоге, вот, русские, русские, как таковые, это продукт империи, вот, это продукт, как бы, ассимиляции различных этносов на этой территории, но на финно-нугорофинской вот этой основе. Ну, иными словами, понял, иными словами, скажем так, что современные русские, это, в общем-то, те же самые бывшие советские. Нет, так нельзя говорить, тут нельзя, есть, как бы, умозрительные вещи, а есть вещи, как бы, природные. Вот, русские, русские, как таковые, вот, они сформировались, еще раз повторюсь, сформировались путем ассимиляции различных этносов. И это имперская, как бы, категория, вот, русские. Если бы не было Российской империи, не было бы, как бы, русских в том понимании, в котором мы сейчас, вот, это все, в котором мы сейчас осознаем. Украинцы бы были, естественно, вот, и белорусы то же самое. Вот, бы были. А вот русские, как таковые, бы, не состоялись. По-иному сложилась бы этническая история, вот, той общности, которая проживала на той территории, если бы не удалось создать, вот, Российскую империю. Ну, а в XVIII веке всем известно, как идеологически набрасывалась на территорию православного, на всю православную территорию Российской империи, идея, вот, русскости, которая потом вылилась уже в XIX веке, уже в совершенно других условиях, вот, в концепцию великой Российской нации, которая должна быть, была быть создана путем ассимиляции русских и украинцев, россиянами. И вот, вот, если бы удалось ассимилировать украинцев и белорусов, то сейчас бы о русских бы говорили в иных с иными коннотациями, неужели мы сейчас говорим, когда им не удалось ассимилировать украинцев и белорусов. Вот этнический компонент русских, этнический субстрат русских бы тогда, был иным, неужели сейчас. То есть, русские в этническом смысле, это продукт развития империи. Хорошо. Скажите, Украина до Евромайдана и после, это одна страна или уже разные государства, именно вот в историческом, скажем так, ментальном и политическом смыслах? Нет, это та же самая страна, просто мировоззрение людей меняется и меняется в определенном направлении. Вот, у нас давняя история, ничем не хуже, ничем не лучше, чем у других. Вот, у нас давняя история государственницы, которые имеют, своими кореньями заходят, как минимум, во времена средневекового украинского государства или Руси, вот, мы теряли государственность, потом снова возобновляли наши государства и так далее. Вот, просто, когда проводят вот этот Рубикон по Майдану, его следует привести по, как бы, к самосознанию украинцев. Вот, Евромайдан, а еще больше российско-украинская война, вот, дала толчок к развитию самосознания, ускоренному развитию украиноцентрического самосознания в украинском обществе. Вот, и дала большой толчок к тому, чтобы оставить на обочине истории вот советскую психологию и советское мировоззрение. И те мифы, которые Российская империя и царского, и советского разлива вот, вбрасывала в головы украинцев в течение 19-го, 20-го и начала 21-го веков. А я бы не говорил о том, что там что-то новое и так далее, и эта концепция не имеет ничего общего, вот, и с реальностью в Украине. Тем более мы видим, как теперешняя украинская власть все не хочет, радикальных тех реформ проводить, там, и так далее. Все стремится как-то сманипулировать и как-то протащить в новом обрамлении все старые вещи. Но ситуация изменилась, и в конечном итоге не удастся, как бы, старым багажом жить дальше. С вашей точки зрения, с 1991 года, 28 августа, когда Украина объявила о независимости... Извините, спасибо, что вы меня поправили, с 24 августа 1991 года и до 20 февраля 2014 года, это дата победы Евромайдана. Вот скажите, вот за вот эти неполные 25 лет Украина, она как государство состоялась, обладала ли она своим государственным суверенитетом? Как государство однозначно состоялось, потому что люди вышли на защиту этого государства, имея перед собой российского агрессора. Или любого агрессора. Вышли на защиту. Если люди защищают свое государство, значит, государство однозначно состоялось. Можно дискутировать о степени суверенитета и так далее, но и здесь нет готовых лекал. Вот мы сейчас, если поговорим о Германии, например, пару слов, никого нет сомнений, что Германия – это государство. А вот представьте себе, чтобы нам в начале 90-х годов сказали, будет ли Германия государственной, если будет создан Евросоюз в нынешнем его виде, и будут наднациональные органы, решения которых обязательны на территории государства. Вот я думаю, что люди в начале 90-х годов уже бы задумались, в таком случае Германия – государство или нет. То есть, к тому, состоялось государство или нет, степень суверенитета имеет косвенное значение. Тем более, что это только в 20-м веке дошло до того, что признаком государства стал считаться степень суверенитета. В Средневековье, раннее новое время этот фактор не играл никакой роли, никакой роли в признании, существует государство или не существует. Тогда государство – это пирамида, на верхушке которой есть правительство. Если есть монарх, если есть правительство, значит, есть государство. Нет у него – нет государства. Независимо от того, кому он там или был самодостаточным Василийном, или кому-то еще подлежал. Я имел в виду, а не было ли, так сказать, у Украины полной независимости от России? Конечно же не было. Конечно же не было. Но это не говорит о том, что обстоятельство не состоялось. Мы прекрасно знаем, что не было независимости от России, была страшная зависимость экономическая, а главное идеологическая, верхушки украинского государства от России. И в том, в которой выливались все остальные. И вот ползучая вот такая экспансия нашла, начиная с 92-го года, когда постепенно втягивали, втягивали Украину, окутывали вот этими всеми путами и так далее. И дошло до того, что в 13-м году Янукович уже готов был сдать суверенитет за те 12 миллиардов долларов, которые предлагал Путин в декабре 13-го года. Ну и потом вот это все посмешище с Януковичем в Ростове и так далее. Явственно нам говорит о том, на краю какой пропасти мы стояли на самом деле. Хорошо. На ваш взгляд, тогда скажите, вот с 91-го года и вот до начала Евромайдана, каковы причины? Что мешало Украине вступить в НАТО, Европейский Союз и провести качественную реформу, чтобы вот Украине был такой же уровень жизни, как в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и соседних странах? Что мешало, так сказать, Украине вернуться в свою историческую европейскую лону и быть цивилизованной европейской страной? Это наследие более двухвековой безгосударственности. Мы 200 лет, 250 даже лет, начиная со середины 18-го века, не имели своего государства. И это наложило свой страшный отпечаток на головы наших людей, на сознание людей. И украинская верхушка, словом элита не поворачивается, язык ее назвать, вот она была ниже тех задач, которые стояли перед государством. И она была ментально полностью в той системе безгосударственной. И по крапле, как бы, ситуация менялась. И нужна была, как бы, свежая кровь, вот, которая бы, как бы, сделала возможным переход на более высокий и качественный уровень развития Украины. Ну и плюс, вот это главная причина. Вот. И вторая причина, это советский строй, выхода из которого не знал никто. В том числе и в тех странах, в которых вы перечислили, там свои проблемы. Нам бы их не проблемы, но у них куча своих проблем. И вот, переплетение вот этих обстоятельств, советский строй, вот, как второе явление, и вот безгосударственный, длительный период безгосударственный, и атрофирование государственных инстинктов, инстинктов у верхушки общества. И привели к тому, что мы 25 лет, как бы, искали сами себя. Но я хочу сказать, что, беря во внимание, принимая во внимание, то, что те катаклизмы, которые были в Украине в 20 веке, мы за 25 лет прошли, прорежали, вот, просто-таки, очень длинную дистанцию. Свой марафон мы пробежали. В 20 веке, мы потеряли сначала одну элиту, после поражения украинской революции. Она была или репрессирована, или выехала в эмиграцию. Мы потеряли во время коллективизации самых лучших хлеборобов. Мы потеряли от 8 до 10 миллионов крестьян во время Голодомора. Это был генофонд украинской нации. Село было украинское, и сохраняла всю украинскость. Города были русифицированы. Во время Второй мировой войны мы потеряли громадное количество людей, мы потеряли громадное количество интеллигенции, в том числе на Западной Украине. И вот после этих всех катаклизмов все равно Украина смогла в 1991 году достичь независимости, развалить Советский Союз. И в течение 25 лет, в течение одного поколения мы имели уже два Майдана, и голыми руками не дали российскому агрессору захватить Украину в 2014 году. Это говорит о том, что мы движемся исторически на правильном пути. Но тут будет куча всяких трудностей в связи с остаточными явлениями вот того сознания без государственности, умноженным на то, что мы проходим, еще не завершился этап первичного накопления капитала, и плюс явления самосознания, унаследованные от советских времен. И производственные отношения, которые базировались на вот тех абсолютно утопичных вещах, которые пропагандировались в Советском Союзе. Хорошо, такой вопросик. А Крым после оккупации? Мы прекрасно понимаем, что оккупация — это временное явление. И когда Крым будет деоккупирован, по-вашему, какой он получит статус? Это будет все-таки Крымско-Татарская республика или опять, в общем-то, ну, та же самая автономная республика в составе Украины? Потому что, скажем так, этот вопрос действительно очень спорный в связи с тем, что там проживает достаточно большое количество этнических евреев, болгаров, греков, украинцев, ну и крымских татар. И мы видим, что крымские татары заявляют, причем иногда, в общем-то, обоснованно то, что у них нету своего государства. Вот. На ваш взгляд, возможно ли, что в будущем, после деоккупации, Крым станет Крымско-Татарской автономной республикой в составе Украины? Крым — это единственная территория в мире, где крымские татары имеют все основания создать свое государство, если они этого захотят. Я еще в 91-м году говорил, вот что мы должны готовиться к тому, что Крым в перспективе может стать независимым крымско-татарским государством. Это этническая территория крымских татар, хотя все прекрасно знают, когда они там появились. Но единственная территория в мире, где они имеют право создать государство. Если мы, украинцы, в конце 80-х, в начале 90-х годов апеллировали к праве нации на самоопределение, стремясь освободиться, выйти из Российской империи, Советского Союза и создать свое государство, то почему мы должны отрицать такое право татарам? Тогда на меня смотрели косо, и все говорили, что ну как так? Но сейчас я, после того, как Крым оккупирован Россией, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что в перспективе Крым, как минимум, крымско-татарская автономия, но больше всего, вот я хочу сказать, что это будет независимым крымско-татарским государством. И Украина должна с этим согласиться. Потому что в 2014 году Украина не защитила свою государственность Крыму, и не защитила тех же крымских татар, и потеряла как бы психологический, как бы психологический фундамент для того, чтобы претендовать на то, что Крым останется в составе Украины в каком-либо другом виде. Если крымские татары выразят желание создать свое государство, Украина должна помочь им это сделать. И тогда это будет дружественное государство на южных границах Украины. Альтернатива – недружественное государство, потому что оно все равно будет. То, что там живут представители других этносов, ничего не меняет. Мы не найдем сейчас дистиллированное чистое какое-то государство в мире. Вот, ну, может быть, там в Африке где-то там что-то, астрономия какой-то в Полинезии государство, в Африке мы не найдем, в Полинезии какой-то астрономия государственная маленькая. И это не аргумент, чтобы отказывать крымским татарам в праве на создание своего государства. Ну что, спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова